Добрый вечер, чат-активист. Сегодня мы наш эфир будем вести вместе с Мухтаром Облязовым. Наш эфир посвящен досрочным выборам президента, то, что сегодня появилось в СМИ, и нашей акции ДВК, которая пройдет 27 февраля, посвященная съезду Нур-Атана. Это то, что мы обязательно с вами должны сделать. И буквально, прежде чем мы начнем, пару слов о той ужасной трагедии, которая случилась в Астане сегодня. Я начну с этого эфира. Снова у нас большая беда в стране, большое горе у семьи, которая потеряла сразу пятерых девочек. И мы все знаем, понимаем, что это общая проблема, потому что огромное количество населения живет в подобных временках. Девочки сгорели, потому что родители вынуждены были оставить очень маленьких детей идти работать. И, конечно, такое никак не могло бы случиться в стране, где уделяют внимание семье, где власть уделяет внимание многодетным семьям, детям. И о детях думают, прежде всего, прежде чем ввести какие-то программы, другие сторонние, которые касаются имиджа и албасы и так далее. Вот мы сегодня потеряли, семья потеряла пятерых детей. Это большое горе, и я приношу свои соболезнования. И я думаю, что каждому из нас очень больно от этого. Прямым долгом государства является забота о детях. Создавать возможности для родителей, чтобы они могли поднять и воспитать своих детей. Создавать для них такие пособия, такие условия, чтобы детей было где растить. Чтобы наши дети не нуждались ни в еде, ни в одежде, ни в том, что необходимо для обучения и так далее. И тем более, чтобы у каждого был кровь над головой, чтобы дети наши не ютились в таких времянках. За это прямую ответственность, конечно, должно нести государство. А раз государство, то это напрямую связано с политикой Назарбаева и напрямую связано с тем, что он декларирует, обманывает и говорит. Вот год молодёжи. На самом деле молодая семья, 34 года отцу. Вот 34-летний парень пятерых детей успел родить, и государство ему ничем не помогло. Они стояли в очереди на жильё, они стояли как многодетная семья, были зарегистрированы. Государство знало о том, что этой семье нужна помощь. И тем не менее, этой помощи не дали. Старшей девочке 12 лет было. Получается, многие годы эта семья ютилась вот в таких условиях, в надежде, что государство им когда-то поможет. Я хочу сказать, как это происходит вот в других странах, чтобы было понимание. Самый простой ближний пример, будем так говорить. Семья нашего активиста, вы, наверное, помните, наш активист, который в Бишкеке, мы выручали семью его, с двумя девочками, жена летела во Францию, и их там задержали, потому что преследовали нашего активиста, Жандоса Алимкулова, и задержали его семью. Нам удалось отбить, благодаря большой публичности, большому резонансу, семья Жандоса смогла всё-таки вылететь спустя неделю во Францию. И во Франции они поселились в провинции Бордо, с двумя девочками запросили статус беженца. Так вот, просто по статусу беженца, даже не граждане этой страны, потому что гражданам страны тоже огромное и большое внимание. Этой семье в течение месяца немедленно предоставили, во-первых, обязательные карточки на питание. Это так называемые карты, по которым им привозят полный пакет продуктов, которые необходимы бесплатно. И это и моющие средства, и средства гигиены. Если они заведут собачку, то им будут привозить корма, поводки, чашечки для собак и так далее. Ещё через какое-то время им предоставили школу, детский сад, им предоставили медицинскую поддержку. Всё это бесплатно. В течение месяца эта семья получила двухкомнатную квартиру и 650 евро на карточку ежемесячную в качестве социальной помощи. Вот представьте, всё бесплатно. В этой квартире тоже всё бесплатно. Вся техника, вся мебель, всё, что им нужно было. И к этому ко всему ещё пакет денежное пособие 650 евро. Это забота о семье, которая приехала из другой страны, не граждане Франции, а просто граждане другой страны приехали. И только потому, что у них есть дети, государство Франции, вот такую немедленную помощь, потому что дети не должны нуждаться ни в чём, предоставила этой семье. И мы можем сравнить, как наши многодетные матери, просто матери, просто молодые люди годами обивают пороги государственных учреждений в ожидании, что им помогут. Этого не происходит. У нас уже сегодня в социальных сетях, я вот вижу, что происходит такой вот перекос понимания, пытаются обвинять министра Мадину Аблокосымову в том, что эти проблемы по вине министра. Мы все знаем, что всех министров, всех Акимов, всю власть, банки и прочее, всё это назначает Назарбаев и отвечает, соответственно, Назарбаев. Каждого человека ему приводят на ковёр, показывают, объясняют, что это за человек. Он сам принимает решение. Это его вертикаль, другой она никогда не была и не будет. Так будет всегда, вся власть будет заточена полностью под елбасы, и ни о ком из нас никогда в жизни эта власть заботиться не будет. Всегда туда принимают только тех, кто готов защищать интересы этого режима, этого человека, этой власти. Поэтому бесполезно сейчас винить кабинет министров, Мадину Аблокосымову, Сагимдаева, ещё кого-то в том, что произошло. Такой режим построил на султан Назарбаев. Именно ему отвечать за все эти смерти, за все эти гибели. А у нас таких смертей неоправданных, нелепых, безжалостных очень много. Наши дети вешаются, к сожалению. К сожалению, наши дети умирают в больницах. К сожалению, их насилуют. К сожалению, над ними издеваются. Я вот сегодня смотрела статистику. Невероятная статистика. 75% населения согласны с тем, что детей можно избивать, применять к ним насилие психологическое, моральное, физическое. Мы сами, родители, тоже такие жестоки, потому что весь этот режим демонстрирует нам только жестокость, только вот такое позорное, варварское отношение к нашим собственным правам и правам детей. Никто из нас не задумывается о том, что ребёнка следует уважать, следует уважать его права, беречь его права. А соответственно, если бы такая политика была у государства, никогда в жизни ни одна мать не могла бы задуматься, позволить себе оставить маленьких детей на попечение 12-летней девочки, оставить их одних. Но, к сожалению, повсеместно эта практика существует, потому что наши матери вынуждены работать, вынуждены зарабатывать на хлеб, и никто уже не в состоянии думать о том, как растут дети. Отсюда такое жестокое общество, отсюда так много насилия и несправедливости. Вот с этим совсем нам всем предстоит бороться и решать эту проблему всем вместе. Сейчас я бы хотела передать слово Мухтару Аблязову в связи с тем, что у нас объявлено сегодня в СМИ о том, что Назарбаев обратился в Конституционный Совет за разъяснением нормы о том, как он может сложить полномочий президента. Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Я хотел бы тоже выражать соболезнование членам семьи, родственникам тех детей, которые погибли на этом пожаре. И Жанна здесь рассказала о том, как в мире и в Европе происходит защита семей, защита детей. И я хотел бы озвучить, что именно правительство народного доверия, которое будет назначено депутатами, а мы думаем, что это будет именно правительство демократического выбора Казахстана, будет проводить аналогичные программы защиты как граждан, так и детей. Это озвучено в программах демократического выбора Казахстана, называется социальной программой ДВК. Вообще, в Европе и в мире существует законодательный запрет, чтобы родители не оставляли детей младше 12 лет от них дома. И, конечно же, это ситуация, ситуация, которая сейчас случилась с пожаром, когда погибли пятеро детей, в первую очередь связана с тем, что родителям некуда деваться. Пособия ничтожные, работы нет, и поэтому родители вынуждены оставлять своих детей самостоятельно на попечении взрослых детей. Вот из пятерых детей только один ребенок был 13-летним возрастом, все были меньше 13 лет. Тем, кто не знает именно эту часть социальной программы ДВК, я хотел бы сейчас проинформировать о том, что правительство демократического выбора Казахстана немедленно, после того, как придет к власти, именно возглавит правительство Казахстана, мы вводим платежи и пособия на детей до 7 лет включительно. И также будут выплаты, поддержки, материнский капитал, тоже суммы все озвучены, они написаны евро, потому что тенге все время девальвируется. Мы специально написали все в евро, имея в виду, что когда правительство ДВК придет к власти, мы будем всегда выплачивать именно эквивалент тенге, но по курсу тому самому, который у нас написано в программе. Здесь очень много вопросов, я вижу, предварительно шло по защите животных, есть другие вопросы. Таких вопросов в жизни будет миллионы, и спортсмены, и по культуре, и по космосу, и по водоснабжению, и по дорогам, и по экологии. Как вы понимаете, мы не в состоянии на все сразу ответить, и в этом нет необходимости. Важно, что это будет правительство народного доверия, важно, что все ключевые вопросы будут решать в парламенте депутаты. То есть, если вы имеете какие-то вопросы, вы должны их продвигать через депутатов, которые будут проходить и выбираться в ваших районах. И я знаю ваше негативное отношение к депутатам, и оно правильное, потому что нынешние депутаты не представляют народ. Это декоративные куклы Нурсултана Назарбаева, они реально не избираются народом, но вы не исходите из того, что так будет всегда. Во всем мире депутаты представляют народ. Поэтому все основные вопросы будут решаться парламентом страны, вашими представителями во власти. И принцип один. Мы будем строить демократическое правовое государство по правилам и подобию ведущих стран мира. Ведущие страны мира – это европейские, наиболее богатые и наиболее продвинутые, такие как Германия, Франция, Швейцария, Италия, Нидерланды, Бельгия и так далее. Это есть градации именно ведущих стран по доходам на душу населения. И ведущая страна в мире именно такая продвинутая, сильная – это Америка. Вот если у вас возникает вопрос, любой вопрос, и вы каким-то образом не получили от нас ответ, но вы хотите знать, как это будет, вы тогда заходите в интернет и смотрите, как это устроено в этих ведущих странах мира. Именно мы будем проводить эту политику. Почему ориентир ведущей страны мира я уже тоже озвучивал, но приводил в качестве примера спорт. Когда вы пытаетесь добиться больших успехов в спорте, вы ориентируетесь в первую очередь на чемпионов. Так вот, мы также хотим по уровню жизни, по политической системе, которая нам обеспечит наши права и свободы, добиться лучших стандартов. Лучшие стандарты – это Америка и ведущие страны Европы. Поэтому мы будем у них учиться. Все наше законодательство, все принципы управления государством, отношение к людям, отношение к животным, мы будем строить так, как в ведущих странах мира. И вы знаете, там можете найти в интернете, увидеть, каким образом там защищаются права как человека, так и животных. И вот вы получите все свои ответы практически в интернете. Сегодня тема нашего эфира – это предстоящие досрочные выборы президента Казахстана. Начиная с лета, я публично озвучивал информацию о том, что состоятся досрочные выборы. Предполагалось, что досрочные выборы состоятся в конце 2018 года. После моих активных выступлений власть решила скорректировать, и выборы решили объявить позже. Но этот вариант тоже мной был озвучен. Я сразу сказал, что это будет проводиться весной, предположительно, до конца марта, или даже перед Наурызом. И хотя там в декабре Назарбаев как-то расплывчато сказал, что выборы до выборов еще два года, все прочее, но на самом деле он лгал, потому что по законам страны выборы должны состояться в декабре 2019 года, потому что в апреле 2020 года у него истекает 5-летний срок, а по Конституции президент не имеет права быть президентом более 5 лет. Значит, выборы должны состояться в декабре 2019 года, а не в декабре 2020 года. Потому что если бы выборы состоялись в декабре 2020 года, то тогда Назарбаев находился во власти 5 лет и 8 месяцев. И вот обратите внимание, что, называется, только прошел месяц, и Назарбаев вынужден опять саморазоблачиться. Сегодня он сделал запрос в Конституционный совет о том, каким образом будет исполнять обязанности новый президент, в случае, если текущий уйдет досрочно, умрет, или уйдет в отставку, или произойдут выборы. То есть он как бы делает такой риторический вопрос, свой карманный Конституционный совет, который вообще не имеет никаких полномочий, это фактически совещательный орган, который просто дает толкование, как ему скажет Назарбаев, тех верных законов, то есть он создает видимость, что это какой-то некий Конституционный орган. И я уже в январе, уже в своем кругу определенном озвучивал, когда узнал, что 27 февраля состоится съезд партии Нур-Атан. Вообще должно быть так. Как я знаю, султан Назарбаев, как он обычно действует, ну и, собственно, достаточно поанализировать все прошедшие выборы, чтобы убедиться, что именно так и будет. Единственное, может быть, какие-то коррективы внесены. Я знаю, что Комитет национальной безопасности, все наши органы правительственные внимательно слушают все мои выступления. По итогам моих выступлений они делают краткую справку Назарбаеву, и он может немного скорректировать, но принципиально ничего не изменится. Так вот, я хочу изложить теперь для вас свое понимание и видение, как будет разворачиваться дальше событие в стране по досрочным выборам президента. Назарбаев сделал запрос в Конституционный Совет. Значит, в чем суть? 27 февраля состоится съезд партии Нур-Атан. Партии Нур-Атан будет 20 лет. Ну и, как вы понимаете, съезд будет петь песни, рассказывать, какой великий Нур-Султан Абишевич. Ему будут целовать руки, ноги, обнимать. На него будет сыпаться там все, что можно сверху, цветы, и он будет нурсиять напоследок всей стране. И все будут рассказывать, что вот такой выдающийся деятель. За всю историю страны казахов никогда не был, что он вообще впервые создал страну такую, Казахстан. И миллион всяких разных вещей будет. И далее там на съезде иницируют, чтобы Астану назвали Назарбаевым или еще что-нибудь. Ну, вы как понимаете, там разве что там птицы не будут петь оду Назарбаеву. Ну, и на съезде произойдут в этот момент еще очень важные события. Во-первых, в политический совет партии будет введена Дарига Назарбаева и еще некие разные лица, которые формально будут контролировать партию, помимо Нусултана Назарбаева. То есть он забьет весь полицовет своими еще более доверенными людьми. Каких-то проштрафчивших людей он выведет. Скорее всего, Адельбек Жексибеков, бывший руководитель администрации президента, будет выведен из состава полицовета партии Нур-Атан. И далее съезд выдвинет на выборы кандидатом президенты Даригу Назарбаеву. Я ранее говорил, что кандидатом президенты не может быть теперь самовыдвиженец. Кандидатом президенты могут быть только представители партии. То есть партии на своих съездах должны выдвинуть кандидатов президенты. Именно на съезде партии. Обратите внимание, в январе Нур-Атан объявляет, что съезд партии состоится 27 февраля. Когда я говорю Нур-Атан, это все в общем. Когда мы власть говорим, это все в общем. Надо понимать так. Власть это один Назарбаев. Нур-Атан это один Назарбаев. Все уставы написаны, чтобы реализовывать программы Назарбаева. Не народа. Когда говорится народная партия Нур-Атан, нет там народа. Есть один Нур-Атан Назарбаев. И вся эта группа припевал, которые 27 февраля будут ему петь песни. Вы же видели в интернете, как там говорили, что все имена надо было называть его именем. Что кровь народа он как бы оживил своим присутствием на этой планете и все прочее. Вот на этом съезде 27 февраля будут петь песни ему. И будут выдвигать кандидатов в президенты. Но и конечно же для этого должны быть основания. Основания будут следующие. До начала съезда партии Нур-Атан Конституционный Совет даст заключение. То, которое уже общеизвестно. Что досрочные выборы имеет право назначать президент страны Нур-Атан Назарбаев как лидер нации. Раз. Конституционный Совет скажет, что в случае, если Назарбаев досрочно прекратит полномочия, то именно председатель Сената будет исполнять обязанности президента и он должен объявить выборы через полгода, если я ошибаюсь. Конституционный Совет скажет, что выборы президента по закону должны пройти в декабре 2019 года. Во-первых. Во-вторых, озвучить, что именно Назарбаев может проводить досрочные выборы в те даты, которые он посчитает нужными. Соответственно, в ближайшее время, до начала съезда партии, будет объявлена дата проведения досрочных выборов президента Республики Казахстан. Как вы знаете, в законодательстве нашей республики вообще сделали выборы, могут объявлять досрочно, например, за месяц до даты. То есть, если он возьмет, завтра объявит, то через месяц может провести уже выборы. И вы понимаете, когда Центральная избирательная комиссия, все люди Назарбаева, там куда Дарьги Назарбаева, Беря Кемашев, председатель, всех членов избирательной комиссии фактически назначает Назарбаев и его карманный парламент, то он может объявить посезавтра выборы. И потом Центральный избирательный комитет, комиссия нарисует любое количество голосов в пользу Дарьги или того, который будет озвучен Назарбаевым. Поэтому на самом деле будет так. Назарбаев для приличия подождет, Конституционный совет замрет, будет долго-долго усиленно думать, соображать, читать все законы, хотя их там читать и надо. Там тот человек, который умеет немного читать, просто прочитает и сразу скажет, что досрочные выборы имеют право объявить Назарбаев, и выборы по законам должны состояться в декабре 2019 года. В общем, одним словом, как Конституционный совет выдаст нужную бумажку, Назарбаев объявит дату досрочных выборов президента Казахстана. Давайте поймем, что такое Конституционный совет. Вы зайдите в Википедию и увидите, что Конституционный совет не обладает никакими правами, это просто совещательный орган. Там всякие слова написаны, что право возражения, решение Конституционного совета преодолевает две трети голосов из семей, там всякие разные комментарии, которые под собой не имеют никакого смысла. Резюме следующий. Конституционный совет – это карманная структура Нусултана Назарбаева. Всех семерых членов Конституционного совета фактически назначает он. По закону из семей троих назначает он своим указом. Далее по два назначает Сенат и Мажелис. Сенат весь карманный Нусултан Назарбаева. Мажелис тоже. И как вы понимаете, все семь членов Конституционного совета – прямые ставленники Нусултана Назарбаева. Вот посмотрите, кто сейчас председатель Конституционного совета. Хайрат Мами. Он был председателем Верховного суда, генеральным прокурором, председателем Сената парламента. Потом снова был председателем Верховного суда. То есть это карманный человек Нусултана Назарбаева. Ну, есть, кстати говоря, из Рожи Шапрашты. Вот. И вот председатель – это его человек. Посмотрите теперь на следующего члена. Далбаева Асхата. Тоже прокурором работал, генеральным прокурором работал, сенатором был. Тоже назначался Назарбаевым. Йога Меркель тоже был заместитель генерального прокурора у Далбаева. Ну, то есть вы все, когда посмотрите всех членов Конституционного совета, и спокойно понимаете, что это все люди прямо назначены Султаном Назарбаевым. И Конституционный совет – это видимость некого совета. На самом деле это декоративный орган, который создает видимость Конституционности, не обладает никакими полномочиями и выносит те или иные решения, которые ему скажет сам Нусултан Назарбаев. Ну, собственно, как в нашей стране все устроено. Итак, ближайшая неделя, если не на этой неделе, то на следующей неделе мы будем ждать ответа Конституционного совета. И после этого Султан Назарбаев должен объявить удать и досрочных выборов президента. И если он хочет создать видимость президентских выборов, он их назначит, ну, например, через два месяца после того, как он озвучит. Два месяца даст на выдвижение кандидатов президента, чтобы мир не говорил, как же так, ну, сами считают, что вы обманываете, создаете декоративные выборы и так далее. Он должен объявить выборы апрель, ну, в худшем случае, в крайнем случае май, что маловероятно, скорее всего, это будет апрель. Но с учетом того, что он давно вытирает ноги о законы, о приличии и все прочее, он может, конечно, выборы объявить и на конец марта. Тогда что будет? Это значит, что съезд 27 февраля сразу в едином порыве выдвинут кандидата Даригу Назарбаеву на кандидата в президенты. И уже через месяц она будет в конце марта как бы избрана на должность президента. При этом Назарбаев останется властвовать как руководитель Совета национальной безопасности, президент будет членом Совета национальной безопасности, председатель Сената, Мажелиса и все прочее. Все будут, все будут подчиняться председателю Совета национальной безопасности. То есть он, по факту, будет главой государства, хотя Дарига будет президентом Казахстана. Вообще, знаете, вообще срок пятилетний, но Султан Назарбаев истекает в апреле 2020 года. И, в принципе, очевидно, что он может и потянуть, сделать через три месяца, кто-то задаст вопрос через полгода, а может и выборы провести в декабре. Наверное, так могут сказать некоторые. Но если вы проследите историю проведения выборов президента Казахстана, они всегда были досрочные и неожиданные. Ясно, что мы все понимаем, что по законам Казахстана выборы должны произойти в декабре. Если выборы будут в декабре, значит, будет все это время, начиная с февраля этого месяца, постоянно муссироваться имя Дариги, роль женщины в обществе. В общем, мы много хорошего услышим о женщинах, о их роли. И методично Дарига должна продвигаться к должности президента. Казалось бы, к декабрю месяца, когда будут выборы. Но на самом деле этого не будет. Назарбаев старается провести выборы очень быстро. Максимум за два месяца. Чтобы вот этот протест не накопился, разговоров не было, шума не было, чтобы международное сообщество не помешало проведению выборов. Ну, что называется, сделать резко, неожиданно и протащить своего кандидата на позицию президента. Итак, в ближайшие две недели Нусултан Назарбаев объявит о проведении досрочных выборов. Соответственно, на съезде в члены полицовета партии Нуратан войдет Дарига Назарбаева. Ее выдвинут кандидаты в президенты. И все. Конец марта, если очень быстро, а максимум до конца апреля будут проводиться досрочные президентские выборы. И начнется президентская кампания, вот начиная фактически с февраля месяца. Собственно, о чем я говорил уже с лета прошлого года. Прежде чем дальше откомментировать, что нам нужно сделать, я хотел бы свое отношение и комментарии дать по поводу того, что женщина может возглавить страну или нет. Я видел вчера очень много комментариев в чате, что вот, женщина не может, не должна, что это такое, возмущались. И в ютюбе это все есть. И я хотел бы ясно и четко изложить свою позицию, чтобы ни у кого не было иллюзий. Продолжение следует... Я сразу излагал свою позицию. Мы должны стать такими же сильными, как ведущие страны мира. Не в тридцатку входить, не в пятидесятку. Мы должны стать такими же, как ведущие страны мира. Ведущие страны мира в первую очередь ориентируются на то, что есть права человека, власть контролирует народ, свободные выборы. Фундаментальным правом является права человека. Вот здесь Жанна приводила пример, когда семья из Казахстана, двое детей и женщина сумели пробраться, доехать до Франции. И они получили в течение месяца бесплатно двухкомнатную квартиру, получили денежные пособия 650 евро, получили медицинскую бесплатную помощь. Дети идут в бесплатные французские школы. И вот обратите внимание, как действует государство права. То есть, они не смотрят, француз, не француз, какая у тебя национальность. Ты, в первую очередь, человек, которого преследуют. И они искали убежище в этой стране. И высшие гуманистические принципы, именно принципы демократические, именно фундаментальное право человека является главным в этих демократических странах. И поэтому эта семья получила помощь во Франции. Вот именно такую. Притом, я вам могу сказать, что Франция является не самой сильной страной в Европе. Самой сильной является Германия. Потом следующая идет Англия. Так вот, и там у них пособия выше, условия лучше, все прочее. И тем не менее, видите, во Франции 650 евро, бесплатная двухкомнатная квартира. И все бесплатно, включая образование детей, медицины и так далее. Вот что значит государство право. Так вот, я в своих выступлениях все время говорю, мы должны построить сильное государство по образцу и подобию этих ведущих стран мира. И в этих странах женщина обладает равными избирательными правами. То есть, они могут быть избранными и могут избирать. Это фундаментальное право. И это же есть даже в законах Назарбаева. Я могу привести примеры успешности во всем мире. В частности, Германия – самая сильная страна Евросоюза. Более 15 лет во главе правительства канцлером Германии является Ангела Меркель. И она, не как Назарбаев, она все время конкурирует. Во-первых, за право лидерства внутри партии, там у них идет борьба. Каждый раз голосование, съезды, голосуют по всей стране и так далее. И она каждый раз побеждала внутри партийных выборах. А потом эта партия побеждала на выборах в парламент. И получая парламентское большинство, она приходила во власть. И, как вы знаете, немцев живет больше 80 миллионов человек. Германия – крутая страна, крутая технологиями, крутой уровень жизни. И они выбрали, не ориентируясь на принцип «женщина или мужчина», они выбрали именно по принципу «сильный этот лидер или нет». Именно таким образом Ангела Меркель более 15 лет находится во власти и сейчас добровольно объявила о том, что она не будет участвовать в будущих выборах. Она не участвовала на партийных выборах. И лидером партии снова стала женщина. Это в Германии – одно из самых крутых стран мира. Поэтому, если мы говорим, что мы хотим стать крутой страной, мы не должны никого ограничивать ни по какому признаку. Ни по цвету кожи, ни по принципу «женщина или мужчина». Если мы так будем делать, мы быстро будем жить, как дикие племена вдоль Амазонки. Будем со своими дикими понятиями жить, мы никогда не станем передовой страной. Мы восхваляем женщину, говорим, что она мать, она нас воспитала, она нас родила. А мы начинаем, когда ходит речь о том, может ли возглавить женщина страну, начинаем говорить какие-то страшные, ужасные вещи, которые мне стыдно, когда люди такие вещи произносят. Я начинаю стесняться, что наши казахи вообще могут такое произносить. Если говорить теперь о будущем президенте или руководителям, женщины будут иметь такие же права и возможности, как мужчины, если мы хотим стать действительно передовой страной, а не хотим жить как дикие страны, только по принципу силы. Кто сильнее, тот умнее, и во всем у него будут права. Если говорить о Дариге, это не имеет значения она, кто там, женщина, не женщина. Она дочь Назарбаева, она никто. Ничего она не добивала своим трудом, нигде она не показала свои умения, свой талант. Каждое ее выступление – это позор нашей страны, это позор самого Нусултана Назарбаева. Он сам в последнее время уже заговаривается, то на кладбище советует пойти, то еще какую-то ерунду скажет. Ну ладно, он уже старый, он уже в маразматическом состоянии, шал-ал-жиган. Но его дочь, казалось бы, в таком возрасте динамичном. Но что каждый раз выйдет, просто поражаешься ее уровнем мышления и тому, кого хочет Назарбаев назначить президентом Казахстана. В свободных демократических странах нет понятия «приемник», не должно быть никакого «приемника». Это не монархический строй, когда должность передается по какому-то признаку своему преемнику. Должность президента страны или премьер-министра страны – это выборная должность, решается на выборах, отрешает народ. Это баранам нужно преемник, а народ выбирает себе сам, того, кого уполномачивает руководить страной. Поэтому я свою позицию по поводу того, что кто имеет право руководить страной и кто должен, озвучивающий раз, руководят женщины и мужчины, не имеет значения, руководит тот, кого выбирает народ на выборах. Не потому, что он плохо говорит или хорошо говорит на том или ином языке, не потому, что он молодой или старый. Его выбирает народ. Если народ доверил, то значит он честно избиран, именно на честных выборах. И, конечно же, народ должен выбирать самого лучшего, достойного. Я приводил пример с хирургом, когда вы спрашиваете всего лишь одну вещь, когда ложитесь под нож. Спрашиваете, хороший хирург, профессиональный, он спасает людей? Если да, только тогда вы к нему идете. Но вы не спрашиваете, казах он или русский. Вы спрашиваете, профессионал или нет. Так вот, когда президент страны возглавляет страну, если будет возглавлять по какому-то клановому или другому признаку, а не по принципу профессиональности, он зарежет всю страну, как это сделает, но султан Назарбаев как сделал. Потому что он не профессионал, он все ворует, и народ должен избирать. Именно честного, преданного стране, именно тому, которому он доверяет. Итак, теперь мы понимаем, что Назарбаев будет стараться провести президенты Дарьегу Назарбаеву. Я сейчас думаю, что преждевременно говорит, что нам делать, именно в части выборов, как нам реагировать, какую политику проводить. Мы это озвучим. После того, как Назарбаев заявит о сроках, о проведении досрочных выборов президента, тогда мы в чате начнем обсуждение и выработаем позицию, как мы должны реагировать на его планы. Еще раз, мы должны, если требовать, то, чтобы проводились честные, открытые выборы и допускались все кандидаты. Таких выборов в нашей стране при Назарбаеве никогда не было и не будет при нем никогда. Сейчас досрочные выборы будут выглядеть следующим образом. Назарбаев захочет их максимально как бы западному миру показать, что они были легитимны. Сейчас появятся разные женщины. Вот, в частности, министр соцзащиты, которая сейчас на страницах Форбса появилась. Ее будут, видимо, тоже как-то показывать. Вот достойная типа женщина. Появятся еще другие, которые сейчас весь прошлый год заявлялись, активничали. Ну, типа Алии Садырбаев, возможно. Вот, еще кого-то. Но ясно, что минимум 3-4 женщины объявятся на предстоящих выборов и какие-то подставные партии, если не Нур-Атан, то другие партии, их штук 7 суммарно в стране, выдвинут тоже в своих рядах кандидатов в президенты женщин. Ну, и чтобы придать уровень и вес легитимность определенную, безусловно, какие-то Акимы городов тоже будут выдвинуты на должность президента или областей. Ну, например, Аким Южно-Казахстанской области, Тумейбаев, скорее всего, его выдвинут. Что вы понимали, я сейчас озвучиваю те или иные фамилии, ну, и чтобы это не подтвердилось, Назарбаев, безусловно, внесет какие-то коррективы. Ну, например, я говорю, что выборы будут в конце марта, в апреле. Он может объявить выборы в мае. Если я говорю, что Тумейбаев будет, Тумейбаев заменит кем-то другим. Только ради того, чтобы не подтвердились мои слова. Но, в принципе, ничего не изменится. На досрочных выборах будет участвовать Дарига Назарбаева и он будет добиваться, чтобы члены его семьи возглавили страну при нем. При этом он останется руководить страной через позицию председателя Совета национальной безопасности, как Ельбасы, так называемый, лидер нации и так далее. У него будет сверхполномочия, и они закреплены в действующих законах страны. Одним словом, нас в ближайшие две недели ждут интересные новости. Мы, конечно, к этим выборам будем тоже готовиться, реагировать. Мы выработаем позицию и будем добиваться, чтобы эта власть ушла в этом году. Мы должны добиться смены режима в этом году. Я знаю, здесь пишут, что нам страшно, мы не выйдем, мы будем молчать. Есть люди, которые говорят, вот если Даригу назначат, мы там все снесем. Но я вам скажу так, никаких признаков нет пока именно, что люди готовы выходить. Но наша задача – разбудить наш народ. И в этой связи мы должны готовить и тренировать наших активистов-сторонников, чтобы мы были в состоянии в необходимый момент вывести десятки тысяч людей на улицы, как это произошло в Венесуэле. В Венесуэле не в один день все это происходило. Весь прошлый год, позапрошлый год, все эти годы массовые протесты шли. В Венесуэле так было в Армении. И армяне в прошлом году, в апреле добились успеха без какой-либо войны мирным путем. Теперь о съезде партии Нур-Атан. Мы должны максимально дискредитировать все планы на султан Назарбаева. Как я говорил, партия Нур-Атан фиктивная. Это одно название. Все люди там, как рабы, они выполняют поручения Назарбаева. Партия это Назарбаев, это декоративная структура. Вся власть принадлежит лично Назарбаеву. Ни партии, ни парламенту, ни правительству никому, лично Назарбаеву. И мы должны показать в первую очередь нашим гражданам, что партия Нур-Атан это декоративная картинка, которая ничего не решает. Там просто рабы, которые 27 февраля будут возносить своего лидера, своего хозяина. Эти куклы будут возносить на султан Назарбаева, целовать ему ручки и рассказывать, что они бы вообще не родились бы, если бы не на султан Назарбаев. Поэтому наша задача к 27 февралю дискредитировать и ударить по партии Нур-Атан и лично по Назарбаеву и его дочери, дорогие Назарбаевы. Я сейчас хотел бы слово передать Жанне Бота. Дело в том, что мы все эти дни активно обсуждали в чате, до этого были прямые эфиры, о том, что мы должны сделать к 27 февралю, какие акции мы должны сделать. И вот сейчас ряд предложений поступило, Жанна их хочет озвучить, давайте мы пообсуждаем это. Относительно акций, которые нам предложили, нам надо обсудить два важных момента. Позиционирование канала 16.12, который очень хорошо помогает нам распространять идеи ДВК, и надо решить вопрос с проведением 27 февраля акции. Вот у нас есть некоторые предложения, сейчас я вам их озвучу. по акции было предложено использовать туалетную бумагу в зданиях Нуратана. Вы знаете, мы, конечно, да, мы послушали, это дало нам другую идею, то есть мы предлагаем, конечно, Нуратан, это очень важно задействовать, ходить туда, где находятся офисы Нуратана и так далее, но мы предлагаем не туалетную бумагу, а памперсы. Что такое памперс? Памперсы — это такая метка, на которую можно, в общем-то, и пояснить, что президентов и памперсы надо менять как можно чаще. Это такая узнаваемая метка, которую часто используют это выражение. И, допустим, если мы будем использовать памперсы, не привязываясь даже к помещению, именно к зданиям Нуратана, а будем использовать их по всему городу, мы просто одним понятием памперс можем как бы дискредитировать полностью и эту партию, эту систему, и самого Назарбаева. Продолжение следует... Вот у нас в штабе предлагают таким образом сделать. Использовать памперс как символ несменяемости власти, как месседж этому режиму, который засиделся и который давно не меняли, и который переполнен уже, да, сами понимаете, чем. Так вот, можно было бы использовать памперс, на который просто даже наклеивать фотографию Назарбаева, чтобы до людей прямолинейно доводить информацию, либо наносить туда это выражение, что памперсы и президенты надо менять как можно чаще, и распространять их по всему городу, распространять в местах массового скопления, на остановках, в магазинах, на рынках, в офисах Нуратан, забросать весь город этими памперсами, и самое главное, фотографировать их, снимать на видео и присылать это. Что нам это даст? Первое. Во-первых, если мы не будем привязаны к конкретному помещению, месту или площади и так далее, мы избегаем рисков репрессий. И второе, если мы сможем сделать эту акцию очень массовой, она будет такой эпатажной и очень заметной, они с удовольствием будут писать. Было бы крайне важно, конечно, пойти именно в офис Нуратана и отнести эти памперсы именно туда, забросать Нуратан памперсами. Это было бы идеально, особенно именно офисы Нуратана, но для этого нам нужны смельчаки, люди, которые пойдут и сделают это вот без опаски, что с ними что-то такое может произойти. В конце концов, можно одеть маски для того, чтобы быть не очень узнаваемым. и выбрать определённое время. Вот над всем этим мы предлагаем вам подумать, подумать, как эту акцию можно усилить, как можно её разнообразить, какого креативного добавить туда зерна, то есть, чтобы эта акция, чтобы она была как можно более насыщенной и интересной. очень важно обсудить время, обсудить место, обсудить возможности, вот как мы эти памперсы можем ещё использовать, что ещё мы можем дополнить. И это всё надо будет обсудить как можно быстрее. Давайте мы договоримся, что сегодня и завтра чат будет это обсуждать, а в среду мы примем решение для того, чтобы можно было окончательно уже начать эту акцию, объявить её и начать её продвигать. Действительно, это очень смешно, если как бы человека с памперсом начнут гонять. Мы выясняли, что стоимость памперса примерно 115 нг, я думаю, что это по карману людям, и будет возможно такой хотя бы один памперс где-то оставить. Поэтому, конечно, если представить, что будут гонять ещё и за памперсы, конечно, эта власть будет выглядеть абсолютно абсурдной, абсолютно нелепой и тем более поможет нам себя дискредитировать. То есть у нас задача дискредитировать нуратан, мы эту задачу как раз-таки и выполним. Самое главное придумать массу каких-то безумных заголовков, там, день летающих памперсов или там памперсы в честь нуратана, но я не знаю. Я предлагаю вам к этому подключиться, потому что всегда так бывает, что чем больше людей думают над этими над какими-то проектами, тем больше вариантов. И поэтому нужно обсуждать массово эти варианты. У нас есть время, давайте будем отталкиваться от того, что есть и думать. отталкиваться 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 Важно заняться позиционированием нашего канала 1612. Именно через этот канал приходит очень много, мы раздаем очень много, распространяем информацию через новости, через ролики. Это вся информация связана с акциями ДВК. И поэтому нам крайне важно позиционировать 1612. И мы в предыдущем эфире обсуждали, что это можно было бы делать очень просто в подъездах посредством нанесения просто-напросто каких-то трафаретов YouTube 1612. Либо распространять это с помощью листовок, которые мы можем выпустить, дать вам эти листовки и вот так далее. То есть давайте еще вот этот момент продумаем, как мы будем позиционировать 1612. Мы, конечно, готовы сегодня-завтра уже начать выпуск всевозможных плакатов, постов, и так далее, которые будут его продвигать. Но надо еще какие-то идеи. Я думаю, не факт, что надо раздавать памперсы и с кем-то при этом контактировать. Я думаю, что очень правильно будет и просто их распространять, раскидывать. Смотрите, если мы много раскидываем памперсов везде, но это надо делать в людных местах, чтобы это не проходило мимо. Ну, представьте, лежит на полу памперс, на нем портрет Назарбава. У человека прямая ассоциация, протест, какой-то протест. Там портрет Назарбава в лучах Нуратана. У нас же есть эта фотография его знаменитая. И у людей сразу будет прямая ассоциация, что и происходит какой-то протест. Люди точно будут понимать, что происходит. Также можно там же на памперсе вовнутрь вложить, я не знаю, любую записку, любую листовку, месседж, любой. То есть памперс, он такой, он может в себя вместить все, что угодно. Давайте еще в эту сторону подумаем. Если исходить из мысли, что человек по городу натыкается на памперс. И если на памперсе нарисовано лицо Назарбаева, разумеется, он его поднимет. Просто памперс. Он, может быть, пройдет мимо, подумает, что кто-то потерял. А если на этом памперсе что-то нанесено, например, как раз-таки лицо Назарбаева обладатели использованных памперсов, я вообще вас просто поздравляю, у вас шансов гораздо больше дискредитировать эту партию. И дискредитировать ее злобно. Давайте будем их тоже использовать. субботом. Да, еще раз, все-таки и важно, чтобы это были места массового скопления, магазины, рынки, там, где гуляют очень много людей, молодежи, университеты. То есть там, где можно встретить действительно много людей, там, где можно многих обратить в нашу веру. Тот же памперс, кстати, обязательно можно вложить там какую-то листовку со ссылкой на 16.12. Это всё мы можем предоставить, сделать. Даже если от руки будет написано «смотрите YouTube 16.12», люди обязательно пойдут и откроют наш канал. Субтитры подогнал «Симон» Мы предлагаем вот с завтрашнего дня, допустим, мы начнём скидывать в чат всевозможные листовки, всевозможные там макеты, трафареты по позиционированию канала 16.12. В подъездах везде это всё можно использовать, разбрасывать листовки, писать 16.12 на стенах, наносить большими там на заборах и так далее, как вот сейчас многие рекламируют. Давайте мы начнём, приступим к этой работе, потому что канал 16.12, он хорошо растёт большими шагами, он полностью отражает политику ДВК, рассказывает о наших акциях, о наших стратегиях, о наших программах и так далее. Это очень важно, чтобы знали многие. И я предлагаю ещё одну акцию обсудить, которую тоже пришла, поступила к нам в штаб, это предложение по поводу канала 16.12. Эта акция исключительно для чата, в котором мы сегодня с вами обсуждаем все наши стратегии, все наши задачи. Если мы понимаем, что нам тяжело наполнять чат сторонниками, то есть кого-то привлекать, и понимаем, что людей преследуют, то очень тяжело звать людей в чат именно ДВК. Значит, нужно запустить акцию, которая позволяла бы людей мобилизовать и направить именно на канал 16.12. То есть если мы в день поставим себе задачу, что, допустим, ежедневно 1, 2, 3 человека подпишутся по нашей наводке на канал 16.12, мы значительно ускорим просмотры, увеличим, и люди сами начнут приходить в наш чат, будут объединяться с нами, будут приобщаться к тому, что мы делаем. Даже если человек сразу не придёт в наш чат, он уже задумается, он будет слушать наши новости и будет продолжать думать о том, что ДВК действительно меняет сознание людей, и мы готовимся к переменам. И этот человек начнёт готовиться вместе с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Таким образом, мы сегодня с вами на обсуждение вам от штаба оставляем вот такие темы. 16.12 позиционирования, и давайте мы продумаем акцию «Приведи подписчика на 16.12». И вторая тема — это вот тема с памперсами, которую следует развить, усилить и в среде принять уже какое-то решение и начать позиционировать эту вещь, продвигать везде повсеместно, чтобы к нам могли приобщиться массово наши другие сторонники, казахстанцы. Субтитры создавал DimaTorzok Ну да, действительно, можно, конечно, всё это продумать в отношении маскировки. Существуют капюшоны, существуют шарфы высокие, существуют очки. Всё это можно себе позволить сделать, если подготовиться. Ко всем вещам таким нужно готовиться. Надо понимать, что если мы готовимся, тогда у нас всё получается. Если мы не делаем всё это наскоком, набегом, а действительно готовимся, просчитываем маршруты, понимаем, куда мы идём, сколько этих там памперсов мы можем где оставить, как оставить, что туда внутрь. То есть понятно, что это будет период подготовки, который очень важно сделать, осуществить. И сейчас уже надо думать о времени проведения акции, о местах проведения. Места лучше обозначить. У нас есть большой минус у этой акции. Я вам объясню, какой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! И вот, как мы уже поняли, со штабом мы обсуждали, плюсов очень много у этой акции. То есть она относительно безопасная в плане репрессий. То есть действительно человек может замаскироваться И её можно, она эпатажная, её будут с удовольствием о ней рассказывать, под неё можно придумать кучу всевозможных заголовок, картинок и так далее, которые будут расходиться, разлетаться, и всегда будет картинка телевизионная интересная. То есть с точки зрения позиционирования эта акция очень интересная, и её проводить будет здорово, весело, и она точно отражает ту власть, которая сама себя дискредитировала, и наше презрение к ней. Но есть один минус. Пресса не будет знать, куда прийти. Вот у нас есть радиозатык, у нас есть какие-то организации, которые мониторят правозащитные, которые мониторят действия граждан и так далее. И нам для того, чтобы правозащитные организации и для того, чтобы СМИ могли подойти и снять это всё, нам нужно всё-таки определиться и понять, каким образом мы СМИ предоставим картинку, чтобы об этом написали. Это очень важно. И, кстати, да, какие-то слоганы уже сейчас придумывайте, карикатуры, слоганы, которые мы можем использовать и потом передавать это всё, публиковать и так далее. Мы из всего этого сделаем картинки, плакаты, посты будем писать и так далее. Кстати, отличное фото. Прилетело Лукпанов Медиаров, журналист Уральской недели из города Уральск. Вот он как раз-таки проводит такую акцию о том, что президентов и памперсы нужно менять регулярно. Так что давайте будем это всё продумывать. И ещё один момент очень важный. Давайте мы его тоже обсудим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Завтра в Астане состоятся похороны девочек, которые погибли сегодня в огне. В Астане есть наши участники нашего чата, наши сторонники. И я прошу тех, кто может пойти и поддержать эту семью. Если это будет массовая поддержка общества, люди должны видеть, что в беде мы не должны оставлять друг друга. И что эта поддержка тоже будет показывать, отражать градус возмущения общества, что всё общество вколыхнуло, это беда. И что общество на эту беду вот так вот реагирует. То есть нужно понять, какой адрес. Я прошу админа вкинуть адрес сейчас сюда. И тем, кто может завтра присутствовать, вероятно, это около 12 часов дня будет происходить. Поехать по этому адресу и поддержать родителей. Я не понимаю, не знаю, какие надо силы для того, чтобы пережить такое горе. Наверное, таких сил на свете нет. И в любом случае, если кто-то может поехать, приобщитесь к этому. Смотрите, все предложения, которые сейчас уже идут, с песком, грязные памперсы, которые использованы, с какими-то открытками, даже с деньгами. Пожалуйста, давайте мы будем всё это аккумулировать. На самом деле, главное — это памперс. Это как принцип, из которого мы исходим. Всё остальное, это уже мы можем на своё усмотрение. Мне кажется, каждый, кому как нравится, тот так и будет делать. Но в любом случае, давайте мы это как можно быстрее систематизируем. Если будут ещё какие-то важные, интересные предложения, я прошу администраторов внимательно следить, что происходит в чате, и присылать всё это в штаб, присылать мне. Мы будем разбираться и будем вытаскивать всё самое интересное, и потом обсудим ещё раз. Друзья, я сегодня прощаюсь с вами. Мы с Мухтаром, в общем-то, все темы эти осветили, всё, что нам нужно было сообщить и важно было сообщить. Поэтому мы ждём ваших предложений, ваших ответов. И давайте как можно быстрее придём к пониманию, чтобы в среду уже объявить эту акцию. Всем всего хорошего! Продолжение следует...